Три дня августа осталось. И говорят, осталось три дня жары. У нас опять сегодня желтый уровень пожаре, ребят. Он уже ярко светит солнечко. На меня смотрят люди. Эти, что внизу бегают, квартиры ремонтируют. У меня доспевают последние помидорчики на кустике. Видите? С утра только ветерок, прохладно. Прохладно. Градуса 23-24. Это уже считается прохладно. Тепло. Хорошо. Хорошо. Пошла я пить кофеёчек. Говорит вам доброе утро. Вчера моя дотя пишет мне сообщение. Говорит, мам, а мы никуда в отпуск съездить не хотим? А я говорю, что ж не хотим? Хотим. Сейчас у нас Мишель в отпуск выезжает. Сегодня он последний рабочий день. Балкает раза где-то 24. Хотя сейчас 8 утра. Но мне нравится колокольный звон. Я уже, знаете, когда спишь, ты его не слышишь. У меня аж тут всё открыто. Ни поезда не слышишь, ни колоколов не слышишь. Привыкаешь, наверное. Так вот. Я вчера на работе свою киару спрашиваю. А когда у вас заканчивается отпускной период? Ну, в общем, практически у всех девочек в конце сентября. Потом у нас идёт ночной баллист. Где-то в ноябре, по-моему, отпуск. Ну, то уже не наша забота, то уже Сильвия его будет заменять. Это просто идёт перекличка всех церквей. Кто на что способен, слышит? Сначала тут банка, а потом туда перешло. Чуть дальше, чуть дальше, так потихоньку. Вот. Так что, я говорю, Алёне, Наверное, где-то после того, как все сходят в отпуск, тогда уже можно и нам что-то планировать. Так что, я говорю, занимайся, доча. Мамка давно в отпуске не была. Давно я никуда не ездила. Тем более с Алёной. Ну, посмотрим. Они в прошлом году были в Америке. Конечно, это был сумасшедший расход денег. Я говорю, давайте кинем в Америку, давай куда-нибудь поближе. А то летят я уже сильно долго за океанами. Ну, не знаю, поехали бы они ещё раз туда, в Америку. Ну, детям, конечно, понравилось все эти... А Лёне как-то Америка не зашла. Поэтому посмотрим. Найдёт она какой-то круиз, не найдёт. Круиз нет. Круизы уже я не хочу. После того, как я побывала в Палермо уже тоже. Никакого круиза мне абсолютно не хочется, ребята. А так где-то полететь, что-то посмотреть. Что-то где-то. Я ж сегодня себя устроила, а чё я сплю? Чё я сплю? Варфоломеевскую ночь. Приехала вчера с работы, я ж на работе не кушаю. Сильвёк, кстати, запретил на работе пользоваться телефонами. Ну, кто-то там в Инстаграме или где сидел. Мне так. Киара рассказала. Вы у меня в телефоне находитесь в фартушке в кармане при себе. Но я на работе телефоном не пользуюсь. Звонить никому не звоню. Мои знают, что я на работе. Тоже мне не звонят. Могут написать сообщение, которое я открываю потом уже. Либо когда мусор выношу, либо... Ну, в общем, вне, вне зоны. Вот. Ну, мало того, что телефоном не запретил пользоваться. И не хочет, чтобы, когда мы за парной стойкой, у нас девочки обычно кушают вот эти все аперативы, которые я намотал, люблю. Они всё это хватают... А-а-а-а, с голодного края. Я этого не делаю, я этого не ем. Но приезжаю домой, голодная кушка. Вот. И вчера я взяла себе бриошек, выпила такой полтора стаканчика, ну, большой стакан молока. Уже пошла, легла спать. И что-то мне показалось мало. И я встала в 12 часов ночи. Вернее, после 12. И так хорошо поела арбузлика. Лучше меня всего не рубила. Короче, я туда-сюда, туда-сюда. Оттуда-сюда. В туалет. Так что, хотелось сегодня ещё поспать. Но привычка срабатывает раньше. Так что, так вставай. Не наивься, не налыжишься. Так вот и встала. Вчера уже и полы помыла, всё поубирала. Я даже не знаю, что в квартире делать. Нет, в квартире всегда есть что делать. Так что, сейчас чем-то займусь. Ой, а огурчики стоят. Сейчас мы посмотрим. Нашу мои помидорчики, огурчики похожи. А в воскресенье, в это воскресенье, я работаю с утра. Поэтому в 2 часа дня я уже слову не сказала. Говорю, давайте куда-то. После обеда поедем. Подождите меня, дождитесь меня. Вы знаете, уже море немножко приелось. Потому что ездить каждый день на море, вот при такой жаре на море я вообще не хочу. Разве что у меня Мишель на море ездит в вечернее время. Она после работы в 2 часа, пока доберётся домой, где-то в 4-5 она выезжает. И вечернее, знаете, такое. Вечернее море. У нас шериф спал на море. Помните, как он в своём бусике, кстати, надо ему написать сообщение, как он там жив-здоров. Я ему всего этого желаю. Так он спал на море и купал за морем. Нас это как бы не касается. Спим в квартирах. Но море приелось. Если бы не жара, тогда да. Знаете, так вот полежать. А когда жарко, когда ты весь мокрый. Боже, с работы вчера приехал, опять вот это всё с себя вот так вот стянул. Баляется. В ванной надо сейчас закинуть стирку. Мне надо сначала до Луи Джина сходить. Может, у него стирка есть. Чтоб всё гамузом, всё вместе. Сейчас найду себе занятие. Сейчас посмотрим, что тут наши огурчики, помидорчики. Почему добавляю горчицу? Потому что не появляется плесень, ребята. Так. Тут уже запахи, запахи запашные. Всё готово. Огурчики, что надо. Уже можно отдавать. Я даже вот эти маленькие, недоношенные перчики туда побросала. Так что. То есть не делается рассол, вот это, знаете, скользкий. Перчики. Перчики плавают. Вот это славу не. Это им ведёрко закваски. Ему, ну, на, я не знаю, дня на два хватает. Я бы ела, наверное, месяц. Шутки шутками, но могут быть и дети, да? У нас на улице уже 28 градусов, 9 утра. Так. С чего могут быть дети? Вот с этого помидора. Я ему решила сделать обрезание. Во-первых, вот это. Ого. Репки. Орешек. И смотрите. Я ему решила оставить кусочек стебля. Где-то так сантиметров на 30. А остальное вот тут чекануть. Вот так вот. И дать ему второй шанс. Сейчас мы это отрежем. Вот это отрежем. Вот это тоже отрежем. Всё. Осталась одна палочка без ёлочки. Ёлочки были, палочки остались. Укроп лежит. Ветром его колыхает. Крапива растёт. Лимон стоит. Слава Богу, лимон ничего. А лимон может сверху верхушку обрезать. Что-то он сильно в рост у нас пошёл. Так, что-то у нас влажность сохраняется. Надо полить. Сейчас всё на это польём. Всё это уберём. И будем дальше следить за нашим вот этим столбчиком. Проснётся, не проснётся. Выбросить всегда успеем, да? Всё, на ночь. Никакого арбуза. Пройду с работы. Сделаю себе гамбургер. Даем помидорчики. И всё. Не-не-не. Нашла у себя биологическую подкормку. Она правда воняет. Так что сейчас буду её на улице разводить. Пять куча помидоров понаспевала. Ну, жара стоит. Жара стоит. Что вы там, цукини? Толку с них уже не будет. Надо где-то не больше колпачка. Чёрная-чёрная. Такая жидкость. Воняет навозом. Сейчас её расколдуй Басю. Луи-Джима дома. Говорит, не выхожу до обеда, потому что ну, такая жара стоит, что он его... О! Гляньте, как кабачок вымахал. Вчера я его... Сейчас мы его срежем. Надо будет что-то сделать. Наверное, для бара сделаем закусочку. Микроссовчик. Выходи. Луи-Джима, смотри, чтобы вода не терялась. Такая сейчас тут вырожайчик соберу. Красавчик. Одну тоже дала подкормку. Сейчас ещё баклажанам дам. И перцам. Если будет время, на работе покажу, что с этого получилось. Смотрите, у меня два цукини, морковка, картошки не хватает. Ну, картошину я возьму на работе. Натру на тёрочке. Вот. Добавлю немножко сыра. У меня зацвёл сыр, я его выбросила. То есть возьму на работе жменьку сыра. Добавлю чуть-чуть воды и чуть-чуть муки. Прямо жменьку. Соль, перчик. И получится такое мягкое, ну как... Ну, как на дыруны, так и тисточку. Мы его разложим на противень смазанным масличем. И тоненьким-тоненьким слоем и запечём в духовке. И это будет такой овощной чипс, ребята. Овощной чипс. Он будет очень вкусный. Не знаю, смогу ли я показать вам результат, потому что я же говорю, бегаешь туда-сюда, времени нет. Но вот это всё натру на тёрке и забираю с собой на работу.